Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика Handmade от автора Ли Соль. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же вы найдете ссылки на мои другие ресурсы, на мой второй YouTube-канал с озвучками, на влоговый канал, на канал новостей, где каждый день выходят новости о бантан, также на мою страницу Бусти, где огромное количество озвучек в моем исполнении уже выложено, там же озвучиваются новые работы параллельно, и там же мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире. Ну а прямо сейчас нас ждет глава 25-я, и поехали! Сынок? Удивился внезапному визиту сына Хёнги. Здравствуй, папа. Поздоровался Ченгук и вошел в дом. Отец дома? Да, только пришел. Что случилось? Мне нужно с ним поговорить. Довольно спокойно ответил Альфа, хотя внутри все клокотало от гнева. Раздевайся, приказал Омега. И объясни, что произошло. Он снова вмешивается в твои дела? Именно! Не выдержав, Ченгук повысил голос. Вмешивается, папа. Сказать, что я зол, это ничего не сказать. А что отец сделал? Прищурил глаза Хёнги, забирая усы на пальто. А он приперся к Тихену в магазин и предложил ему деньги, чтобы он меня бросил. Угрожал закрыть магазинчик. Благо вовремя появился Намджун. Все, я сыт по горло. Он перешел все границы. И что ты собираешься делать? Как ни в чем не бывало, поинтересовался Хёнги. Можешь меня осуждать. Гук сбавил тон. Но если до него ничего не доходит, если он не понимает, что не сможет манипулировать мной в своих целях, я от него откажусь. Я не буду плясать под его дудку и не позволю запугивать своего любимого человека. Не смею тебе мешать, слегка улыбнулся Омега. Вперед, он в кабинете. Ты не против? Удивленно проговорил Чунгук. Нет, я только за. Твоего отца давно пора поставить на место. Его деспотичность мне поперек горла. Я долго мирился с его приказами, тиранией, интригами и прочим. Хватит. Я жил в клетке очень много лет и не хочу, чтобы ты повторил мою судьбу. И твой дедушка этого не хотел, так что давай, сынок. Твой отец не вправе тебе указывать, с кем прожить жизнь. Ты взрослый и самодостаточный альфа. Только тебе решать, кого любить, на ком жениться, с кем иметь детей. И если это ты Хён, значит, так тому и быть. Я на твоей стороне. Спасибо, папа. Гук обнял Омегу. Большое спасибо. Я бы не хотел, чтобы вся семья от меня отвернулась. До этого не случится, мой мальчик. Ласково произнес Хёнгей и погладил по щеке сына. Я всегда буду за тебя. Что бы ни произошло. Всегда поддержу твой выбор, каким бы он ни был. Ты мой ребенок. Я очень сильно тебя люблю. И я тебя люблю, пап. Расстрогался Гук, выпуская родителей из объятий. Пожелай мне удачи. Удачи. Улыбнулся Хёнги. Все будет хорошо. Альфа, перепрыгивая через ступеньки, помчался на второй этаж с намерением закатить отцу грандиозный скандал. А мы тебе в этом поможем, пробормотал Хёнги, доставая телефон. Алло. Хо, здравствуй, мой хороший. Привет, па, ответил Хасок. Санучек, а не мог бы ты сейчас к нам приехать? Что-то произошло? Спросил Альфа. Да, у нас Гуки, он очень зол. Ваш папашка отличился умом и сообразительностью. Снова влез в личное отношение Чунгука? Ага. Я боюсь, что твой младший брат может нечаянно лишить вас отца. Понял, сейчас буду. Не дай Чунгуку придушить моего второго родителя. Постараюсь, но не гарантирую. Папа, укоризненно произнес Хасок, он же твой муж. А это ненадолго. Милый, приезжай поскорее, нужно с Дахена сбить всю спесь. Уже выезжаю, сказал Хой и отключился. Ну и чудненько, промурлыкал Хенги, потирая руки. Сейчас тебе, дорогой, небосовчинку покажется. Не послушал меня старый пень? Получай. Омега подошел к зеркалу и, посмотрев в него, поправила и без того идеальную прическу. Хенги, сказал он своему отражению, «Твоя новая жизнь стоит на пороге, и сыновья постараются ее сделать счастливой. Верь в это». Дахен раздраженно перекладывал какие-то бумаги с места на место. У него из головы не шел утренний инцидент. И почему он раньше не выяснил, что магазинчик принадлежит жениху первенца семьи Ким? Портить отношения с этим семейством себе дороже. Ким Ван Ги входил в десятку самых богатых и влиятельных людей Южной Кореи. Чон Дахен же стоял на ступень ниже, несмотря на свое состояние. В кабинет без стука вошел Чон Гук. «Чем обязан визиту?» Иронично спросил Дахен, увидев сына. «Обычно тебя из-под палки нужно заставлять приехать в родительский дом». «Что ты себе позволяешь?» Прошипел Гук, игнорируя иронию в словах отца. «В блондинистой кукла уже пожаловался?» Хмыкнул Дахен. «Не смей его так называть», Зарычал Чон Гук. «Это мой жених». «Ты на нем жениться собрался?» Заорал старший Альфа, вскакивая с кресла. «Этому не бывать! Трахай его сколько хочешь, но я не дам согласия на брак». «Тебя не спросил», — завопил в ответ Гук. «Мне оно не нужно, и не смей приближаться к Дахену». «Ты совсем берега попутал, щенок?» Вышел из себя окончательно Дахен. «Да как ты с отцом разговариваешь?» «Тебе уже озвучили слова насчет щенка. И хватит меня так называть. Мне далеко не пятнадцать лет. Ты не смеешь мне приказывать. Отец, опомнись, ты не замечаешь очевидных вещей». «Что я не замечаю? Что моя семья крышей поехала? Творите, что хотите, меня ни во что не ставите». «Так ты это заслужил?» Парировал Ченгук. «У нормальных людей на столе стоит фотография семьи. А у тебя что?» Гук схватил фото со стола, которое стояло у компьютера, и потряс им перед носом отца. «Ты и твои партнеры на рыбалке. Где папа, где я и Хо? Где хоть одна фотография, где мы все вместе?» Ченгук обвел рукой роскошный кабинет. «Картины, дипломы, фотки каких-то незнакомых людей», начал перечислять он. «А где мы? Когда ты в последний раз ездил отдыхать вместе с папой? Десять лет назад? А может, больше? Ты только видишь деньги. На семью тебе плевать. Мы сход для тебя в выгодное вложение, а в случае с папой — приобретение». «Прекрати!» Хлопнул ладонью по столу Дахён. «Замолчи сейчас же!» «И это хорошо, что мы с Хосоком не Омеги», продолжал Ченгук. «Иначе бы ты нас, как породистых лошадей, на аукцион выставил и продал тому, кто бы дал больше. Прав был, дедушка, у тебя вместо души калькулятор». «Заткнись! Я дал тебе жизнь!» – проорал старший Альфа. «Хотя бы за это ты должен быть благодарен!» «Спасибо», – Ченгук поклонился. «Спасибо за то, что ты дал биоматериал. От души оторвал. Вот только это папа меня рожал, воспитывал и поддерживал, а не ты. Ты хоть помнишь, когда у меня день рождения? Насколько я знаю, у тебя тогда даже рядом с папой не было. Очередная сделка в Германии». «Ну, извини, что я хотел, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась!» «Отец, мы никогда не были бедными. Дед тебе по наследству передал успешную компанию, да и папа из состоятельной семьи. Не оправдывайся тем, что если бы не ты, то мы бы грызли корочки хлеба. Ты попросту забил на семью, прикрываясь работой». «Он прав», — раздался голос входящего в кабинет Хёнги. «Не вмешивайся в это!» — рявкнул Дахён мужу. «Тебя еще не хватало!» «Знаешь, дорогой», — елейным голосом произнес Омега, «срать я хотел на твое мнение. Хочу и вмешиваюсь, это мой сын». Хёнги нагло уселся в кресло напротив супруга. Он закинул ногу на ногу и с вызовом уставился на Дахёна. «Как ты не понимаешь?» — возмутился старший Чён. «Этот Омега просто пользуется им!» «Им пользуешься ты», — невозмутимо сказал Хёнги. «И больше никто. Но я думаю, этому пришел конец. Ты больше никем из нас не воспользуешься, ни мной, ни Хо, ни Чонгуком». «Хм! Это вы так думаете! Хасок еще свое мнение не высказывал!» Дахён устало рухнул в кресло. «Муж и младший сын против него. Осталась надежда на старшего. Уж у Хасока хоть капля здравого смысла осталась. Неужели они не видят очевидного?» «Оно такое же», — послышался голос Хасока. Альфа вошел в кабинет отца в верхней одежде. Он не стал тратить время на раздевание. «Что?» — опешил Дахён. «Ты прекрасно слышал, отец», — спокойно произнес Хасок. Он подошел к Хёнги и поцеловал его в щеку. «Тебе Джей передает привет и поцелуй», — тихо он сказал Омеге. «Ждем тебя завтра на ужин». «Хорошо, дорогой». «Привет, Гуки», — поздоровался Хасок с братом. «Привет, Хо», — мрачно ответил Чонгук. «Я так понимаю, у нас незапланированный семейный совет». Хасок расстегнул пальто и сел на кожаный диван. «Что на повестке дня?» «Да этот неблагодарный хочет жениться на дворняжке без роду и племени. » — выпалил Дахён. «Я вот сейчас не посмотрю, что ты мой отец», — прошипел Гук. «Еще раз оскорбишь ты и получишь в нос». «Ты ударишь родного отца?» — округлил глаза Дахён. «Ты не посмеешь!» «Посмею». «Пап, а он действительно мой отец? Может, это не так? Я был бы этому только рад», — заявил Чонгук. «К сожалению, твой», — вздохнул Хёнги. «К сожалению!» — задохнулся от возмущения Дахён. «К сожалению!» «Ты мне изменял?» «К сожалению, нет», — притворно вздохнул Омега. «А надо было рога тебе наставить. Ходил бы с ветвистыми рогами и углы сшибал». «Что ты такое говоришь?» Сквозь зубы процедил глава семейства. «Я не позволю!» «Да хорош уже всем все запрещать!» — отмахнулся Омега. «Да неужели ты еще не понял, что всем плевать на твое мнение?» «Хосок!» — обратился Дахёнг к старшему сыну. «Да вразуми своего папу! Я не дам ему развод!» «Ну, если папа хочет развестись, то я его поддерживаю. Огорошил отца Хо. Также я поддерживаю Гука». «Да вы все сошли с ума!» — вновь заорал Дахёнг. «Этого не будет! Я вас оставлю без наследства, а Чунгука в первую очередь!» «А я отдаю Гуку все свои акции!» — выдал Хюнги, глядя, как у мужа начал меняться цвет лица. «Да! И получается, что у Хо и Чунгука контрольный пакет акций нашей компании!» «Как тебе такой расклад, милый? Еще хочешь повыделываться?» Да Хюнг открыл рот и закрыл рот. «Не знаю, что на это ответить!» «Этот дом также принадлежит нам обоим!» Хюнги обвел помещение рукой. «И в случае развода нам его придется продать!» «Но это дом моих родителей!» прошептал сраженный Да Хюнг. «Да!» — подтвердил Омега. «И они его подарили нам обоим!» «Он не перешел тебе по наследству! Это подарок! В документах на владение есть и мое имя!» Хюнгий! Глаза старшего Альфа умоляюще смотрели на супруга. «Не делай этого! Он не мог потерять этот дом, это его наследие, оставшееся еще от деда!» «Оставь сыновей в покое!» «Поставил ультиматум Омега!» «Не влезай в жизни ни одного из них! Это тебя не касается!» «И ты не разведешься со мной?» — прищурился Да Хюнгий! «Это твое условие?» «Можешь считать так!» Пожал плечами Хюнгий. «Но акции я все равно передам Гуку, и пусть мальчики сами решают, быть тебе президентом компании или нет!» «Пап, не надо!» Подолголос Чунгук, находящийся в шоке от слов Хюнгий. «Они мне не нужны!» «Нужны, сынок!» Мягко заметил Хюнгий. «Это он сейчас успокоился, так как мы его чутка прижучили. Перестраховаться не будет лишним. Пойдем, я тебе кое-что отдам!» Омега встал с кресла и направился к выходу. «А ты, Хо, объясни этому старому маразматику на языке цифр, сколько он потеряет, если не выполнит мои условия. К большому сожалению, он только его понимает!» Хюнгий и Чунгук вышли из кабинета, оставляя Хасока наедине с отцом. «Вы предатели!» Пробормотал Дахён, закрывая лицо руками. «Ну, ты нас вынудил это сделать», — ответил Хасок. «Тебе сразу назвать цифру? Ты уверен, что ты выдержишь, когда узнаешь реальное положение вещей после развода с папой?» «Я не допущу этого, у меня есть крутые адвокаты!» «Отец, и у папы есть такие же адвокаты», — снисходительно произнес Хасок. «Я об этом позаботился». «И ты, Брут!» — застонал Дахён. «Хм, отец, это бизнес», — усмехнулся Хасок. «И я, как ты меня учил, на стороне сильнейшего». «Подловил». Вынужден был согласиться старший Чон. «Но мне кажется, ты бы всё равно был на стороне Хюнги». «Ты абсолютно прав». «Гуке, ты и вправду любишь этого мальчика?» Спросил Хюнги, открывая свою шкатулку с драгоценностями. Альф и Сомега находились в комнате Хюнги. Чонгук с удивлением отметил, что у папы другая комната. Значит, он не просто угрожал отцу. Всё это на самом деле серьёзно. «Да, па, очень», — ответил Гук. «А ты реально решил развестись с отцом?» «Ну, если он не поменяет своё отношение к семье, то да». «Держи». Хюнги протянул квадратный футляр сыну. «Это кольцо твоего дедуля. Он хотел, чтобы ты подарил его своему будущему мужу, когда придёт время. Надень его на палец ты Хёна». «Спасибо, папа», — благодарно прошептал Чонгук, забирая футлярчик. «За всё». «Да не за что, мой хороший», — улыбнулся Хюнги. «Я рад, что ты нашёл свою любовь, и я очень хочу поближе познакомиться с Тихёном. Хотя мне он уже понравился. Омега не из робкого десятка». «Это точно. Жаль, что ты не застал, как он на место отца поставил. Это было потрясающе. Представляешь, ты его псом назвал. И причём выкрутил это так, как будто отец сам себя так обозвал». «Непростой, а мешка тебе достался», — усмехнулся Хюнги. «Да», — согласился Чонгук, — «и очень талантлив. Видел бы ты, какие он картины рисует». «Обязательно увижу», — пообещал Хюнги. «Ты ужинать будешь?» «Нет, папуль», — отказался Гук. «Мне надо за Тихёном заехать, и снова дома один ждёт нас». «У вас уже образовалась маленькая семья?» Приподнял бровь Омега. «Ну, похоже на то», — улыбнулся Чонгук. «Я хочу предложить Те переехать ко мне. Надеюсь, он согласится». «Да, конечно, согласится, малыш», — ласково произнёс Хюнги. «Если он тебя любит, то согласится. Да и как тебе можно не любить такого красивого?» «Ну, пап!» — буркнул Чонгук. «Да я сказал правду, ты у меня красавец!» «Ну, весь тебя!» — хмыкнул Гук. «Да, конечно, у меня. И хосок у меня. Ваш папашка рыльцем-то не очень вышел. Хотел бы сказать, куда мои глаза смотрели, когда я его замуж выходил, но моего мнения не спрашивали. «Мне очень жаль, пап. Времена были другие, сын. Но я не жалею. Благодаря этому у меня есть вы, мои взрослые и красивые мальчики. Ну всё, беги к своему Тихёну. Наверняка он уже заждался». «Я люблю тебя, папочка», — выпалил Чонгук, целуя родителя в щёку. «Ты лучший». «Я знаю, негодник», — рассмеялся Хюнги. Тихён задумчиво выводил на листе бумаги причудливые узоры. Чимин уже ушёл домой, а Тэ ждал Чонгука. Омега немного переживал. Гук ему сказал, что поедет к родителям, и Тэ не хотел, чтобы у Альфы были из-за него неприятности. Но при всём этом у Тихёна даже мысли не возникло, что Чонгук пойдёт на поводу у отца. Омега был уверен, что его парень без колебаний выберет его. Он не знал, откуда у него такая уверенность, но она была. Также была уверенность в том, что Гук его любит. Все слова, сказанные Альфой, были искренни. Тихёна-то видел и чувствовал. Зазвонил дверной колокольчик, и в магазин ворвался Гук, впуская морозный воздух. «Привет, мой солнце, скучал?» — спросил он, лыбясь тридцать два зуба. «Да», — честно ответил Омега, вставая за стола. «Как всё прошло?» «Лучше, чем я предполагал», — объявил Чон, обнимая за талию Тихёна. «Кушать хочешь?» «Хочу», — Тэй чмокнул в губы Альфу. «Поехали ужинать». «Как скажете, господин Ким, но потом ко мне домой». «Ну, я уже несколько дней подряд у тебя ночую, надул губы Тэ. У меня вообще-то свой дом есть». «Тихён, а переезжай ко мне», — предложил Гук, решив не откладывать это дело в долгий ящик. «То есть как переезжай?» «Ну, просто собери свои вещи и живи у меня, со мной и снова». «А как же Юн Ги?» — вспомнил о друге Тэ. «А у меня есть подозрение, что твоего друга мой друг уже не отпустит домой». «Я не хочу отпускать тебя», — серьезно произнес Гук. «Мне трудно с тобой расставаться, даже если это всего лишь на несколько часов». «Гуки, ну, я не могу вот так сразу всё решить», — нахмурился Тихён. «Это серьёзный шаг, и вдруг Юн Ги всё же вернётся домой, я не могу его оставить». «Твоя преданность поражает», — улыбнулся Чён. «Но он не вернётся». «А ты уверен?» «Уверен. Я Джуна хорошо знаю. Если этот хитрец умудрился надеть на пальчик Юн Ги помолвочное кольцо, то всё. Мин скоро станет Кимом. Запомни мои слова. Это случится в ближайшем будущем». «Так ты согласен на переезд? Будем снова с тобой вдвоём воспитывать. У меня не хватает строгости по отношению к этому шерстяному комку». «А что, предложение имеет ограниченное количество времени?» — сузил глаза Те. «Нет. Но я хочу засыпать и просыпаться рядом с тобой. Соглашайся». Чён Гук сделал взгляд потерянного щенка. «Ну, пожалуйста». «Ну, снова меня щеночишь!» — рассмеялся Омега, хлопнув ладонью по плечу Чёна. «Это не честно». «Получилось?» На лице Гука расплылась хитрая улыбка. «Обещаю каждое утро готовить завтрак». «Получилось», — сдался Те Хён. «Но если Юн Ги вернётся домой, то и я вернусь тоже». «Хорошо», — легко согласился Альфа, — «прекрасно зная, что Юн Ги домой больше не вернётся». Ким Нам Джун никогда не отдаёт то, что ему жизненно необходимо. Амин стал тем, без кого Джун своей жизни не представлял. Обо всём этом Чун Гуку поведал Нам Джун за полчаса до этого по телефону. «Я тебя должен нести на руках в твой новый дом», — заявил Чун Гук. «Ты и Чён стояли перед дверью квартиры Альфа». «Да поверить не могу, что я согласился на эту авантюру», — покачал головой Те Хён. «И так быстро». «А поздно, милый, залезай на ручки». Чён открыл дверь и подхватил Омегу. «Добро пожаловать домой». «Сноу! Папочки вернулись!» Белый щенок, повизгивая, выбежал встречать своих хозяев. Вот здесь, друзья, мы пару абзацев пропустим. Вы можете прочитать, пройдя по ссылке, как это всё было. И движемся дальше. Вот мы и обновили стол на кухне. Прохрепел Гук, стараясь дышать ровно. «Это было потрясно. Я не прочь повторить». «Позже». «Пробормотал Те. Я пошевелиться сейчас не могу». «Мы должны опорочить каждый предмет мебели в нашей квартире». «Пришел к выводу Чён, выходя из Омеги. Каждый!» «На шкафу я этим заниматься не буду», – захихикал Техён. «Давай я тебя отнесу в душ. А после мы пойдем спать. Вторая бессонная ночь подряд может лишить нас сил». «Ты сдулся?» «Поддел Альфу Техён, принимая вертикальное положение». «Нет». Чён Гук поцеловал Омегу в кончик носа. «Я о тебе забочусь. Не сможешь на своей очаровательной попке сидеть». «Ты прав. Неси меня в ванную комнату», – приказал Те. «Может быть, мы там опорочим стиральную машинку?» «Отличная идея», – поддержал Гук, поднимая Те на руки. «Ты такой легкий. Всю жизнь готов на руках тебе носить». «А я не против», – подмигнул Техён. «Носи». Лежа в постели, Чён Гук прислушивался к равномерному дыханию Техёна. Омега уже давно уснул, крепко прижавшись к плечу Учёна. А вот к Альфе сон не шел. «А если ему кольцо не подойдет, что тогда делать?» – размышлял Гук. «Может, пока Техён спит, примерить его? Если оно не подойдет, я смогу кольцо подогнать под размер Те». Альфа тихонечко выпался с кровати, стараясь не разбудить Техёна. Те что-то невнятно пробормотало и перевернулся на другой бок. Бесшумно открыв коробочку с кольцом, Чён Гук встал на колени перед кроватью со стороны Омеги. Осторожно взяв за руку Те, Гук начал надевать колечко из белого золота на безымянный палец Кима. «Гук, а что ты делаешь?» – прошептал Техён, глядя на Альфу сонными глазами. «Вот чёрт!» – вырвалось у Чунгука, и он окончательно надел кольцо на палец Те. «Замуж тебя зову». «Когда я сплю, Те сел на постели. Ну, разве так замуж зовут?» «Те, ну я просто хотел посмотреть, подойдёт ли оно тебе», – признал Сичён. «Подошло», – сделал вывод Техён, рассматривая кольцо с небольшим рубином. «Красивое». «Если ещё рано, то давай снимем его». «Ну, пусть остаётся», – улыбнулся Омега и лёг, укрываясь одеялом. «Хватит там на коленках ползать, иди ко мне под бочок, мне одному здесь неуютно». «Так ты согласен?» – опешил Гук, вставая с колен. «Он не верил своему счастью. Этот невероятный Омега только что согласился стать его мужем». «Да», – промурлыкал Техён. «Только никогда бы не подумал, что мне будут делать предложения ночью, без трусов, и я при этом буду спать». «Я всё исправлю», – пообещал Ченгук, забираясь на постель. «Будет всё как в кино». «Не надо», – прошептал Техён, обнимая Альфу. «И так всё уже как в кино». «Я люблю тебя, Чён Ченгук. А я тебя, Ким Тихён». Ченгук выключил ночник и счастливо улыбнулся в темноту, прижимая к груди своего жениха. И на сегодня это всё, друзья мои. Продолжение следует. А с вами была Маруся. Желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня. Мы совсем скоро встретимся. И пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...